Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на История игрушек, Большой побег. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Вверх 2009 года 78-летний ворчун Карл Фредриксон считает, что жизнь обходит его стороной. Чтобы сдержать обещания, данные своей почившей жене, он решает осуществить свою мечту о великом приключении, привязав тысячи воздушных шариков к своему дому и улетев в дебри Южной Америки. Не пролетев и полмили, путешественник обнаруживает, что он ненароком прихватил с собой крайне разговорчивого и неисправимо жизнерадостного 8-летнего мальчика по имени Рассел. Вали 2008 года Робот Вали из года в год прилежно трудился на опустевшей земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю. Рататуй 2007 года Крыс Рэми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Рэми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечения кулинарией. Когда Рэми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. На эту же кухню попадают и юные лингвини. Все, на что он может рассчитывать – это должность уборщика, но он тоже получает свой шанс. Тачки 2006 года Неукротимый в своем желании всегда и во всем побеждать, гоночный автомобиль «Молния» Макуин вдруг обнаруживает, что сбился с пути и застрял в маленьком захолустном городке «Радиатор Спрингс», что находится где-то на трассе 66 в Калифорнии. Участвуя в гонках на кубок «Поршня», где ему противостояли два очень опытных соперника, Макуин совершенно не ожидал, что отныне ему придется общаться с персонажами совсем иного рода. А это, например, Салли – шикарный «Порше» 2002 года выпуска, Док Хадсон – легковушка модели «Хадсон Харнет» 1951 года выпуска, или Метр – ржавый грузовичок-экскаватор. И все они помогают Макуину понять, что в мире существуют некоторые более важные вещи, чем слава, призы и спонсоры. Суперсемейка 2004 года История семьи супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян. В прошлом все они оплодались сверхъестественными способностями и относительно легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрасный день папаше и его домочадцам приходится вновь облачиться в прорезиненные костюмы супергероев. А для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея. В поисках Немо 2003 года Среди прекрасных тропических морских стихий в районе Большого Барьерного Рифа в уединении живет рыба-клоун по имени Марлин. Он растит своего единственного сыночка Немо. Океаны, существующие в нем опасности, очень страшат Марлина, и он как может ограждает сына от них. Но молодой Немо, страдающий излишним любопытством, очень хочет разузнать побольше о таинственном Рифе, рядом с которым они живут. Когда Немо по иронии судьбы оказывается вдалеке от дома, да еще и сталкивается с угрозой стать обедом рыбы танка, Марлин отправляется на поиски сына. Корпорация Монстров 2001 года, склизкий гад в сливном бочке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из маленького цветочка, гигантские макрицы под кроватью, все они существуют на самом деле. Все, что им нужно, пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество. Полнометражный мультфильм рассказывает о кризисах в мире монстров, их жизни. Но однажды, вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой. В их мир попадает ребенок, а с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!